Привет! Меня зовут Долстон. Вы смотрите видео в школе Джобса. Есть много способов учить слова на английском. Самые приятные, это, наверное, читать книги на английском и при этом учить новые слова. В этом видео я расскажу, как читать книги на любом иностранном языке. Вы, наверное, уже смотрели видео у Иринки, где она рассказывала, как читать книги в бумажном варианте, но сегодня в эру интернет-технологии все более популярны и экономичные электронные книги. Сегодня рассмотрим на примере iPad. Сначала, конечно, нужна читалка. В моем случае это iBooks для устройств от компании Apple. Он бесплатный. А для Android пользователей рекомендую FB Reader. Тоже весьма неплохо. Чтобы скачать книгу, вы просто должны написать название книги и формат ePub. Вот вы, наконец, скачали книгу и начали читать, но некоторые слова вам непонятны, и вы просто отмечаете их и потом ищите в словаре и вписываете сюда. Все очень просто. Все то же самое, что с бумажной версией. Этот способ чтения подходит для более продвинутого уровня, чтобы понимать и вникнуть в смысл того, о чем пишет автор. Если у вас сильное желание читать, даже не важно что, вы можете начать с детских книг, которые вы читали в детстве когда-то. Там все очень просто и понятно написано. Вы даже можете найти свою любимую книгу, которую вы читали когда-то в детстве, не важно что, там «Приключения Буратино», но на английском он будет «Пиноккио». Если что, круто ведь, не правда ли? Есть еще один полезный способ, который вы можете уже применить сегодня, он полезен как для начинающих и более продвинутых, это книги по методу Ильи Франко. Это то же самое, что в моих видео «Диалоги из фильмов культовых». Сначала идет оригинальный текст и сразу перевод. И так продолжается. Прочитали весь столб, сложные слова запомнили или что не поняли записали, а дальше оригинальный текст вообще без перевода. Я считаю это хороший способ, чтобы начать читать на английском и наслаждаться, не отвлекаясь, чтобы найти какое-либо слово у себя в словаре. На этом все. Надеюсь, советы были полезны для вас. Во второй части я расскажу, как слова, которые вы находили, бросать на сайт Lingua Leo и там же все учить. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. До встречи. Если хотите додать вопрос, в начале предложения ставите частицу «ду». Если же отрицаете, перед глаголом ставите слово «то». Проще не подвести так. Частая ошибка русскоговорящих людей в том, что они...